Одна из притч, рассказанная Оша. Рыбы не могут почувствовать воду. Они не знают её так глубоко из-за того, что родились в ней. Они прожили с ней так долго, что нет никакого разделения. Рыбы никогда не знают о существовании воды. Они в ней движутся, живут в ней и умирают в ней. Они приходят в неё и исчезают из неё. Но они не знают, что такое вода. Рассказывают, что одна молодая рыба однажды встревожилась, так как она услышала очень много об океане и захотела узнать, что же это такое. Она плавала от одной мудрой рыбы к другой и искала мастера, гуру. Их было множество. У рыб свои мастера и гуру. Они им многое говорили, так как если вы приходите к гуру, он должен что-то сказать, даже если не знает, просто для того, чтобы спасти своё гуруство. Они рассказали рыбе об океане очень много, но рыба не была удовлетворена, так как она хотела это попробовать. Один гуру сказал ей, он очень далёк, и его трудно достичь. Очень редко кто-нибудь достигает океана. Не будь глупой. Нужно готовиться в течение миллионов жизней. Это необычная вещь. Это великая работа. Сначала очисти себя и делай эти асаны. Одну часть восьмеричного пути Патанджали. Кто-то другой был буддистом, и он сказал рыбе, это не поможет. «Иди по пути Будды. Восемь правил Будды помогут тебе. Сначала стань совершенно чистой, чтобы не осталось никакой нечистоты, и только тогда тебе позволят увидеть океан». Кто-то ещё сказал ей, «В Кали-югу в этот век поможет только распевание имени Рамы. Пой! Рам-рам, Хари-рам, Рам-рам, Хари-рам, Только при помощи его благоволения этих воспеваний ты достигнешь океана». А рыба была уже в океане. Она искала и искала, просмотрела множество писаний, изучила множество доктрин, посетила множество ашрамов, но ничего не достигнув, она становилась всё более и более разочарованной. «Где же океан?» Она стала одержима этим. И вот однажды она встретила рыбу, очень обычную рыбу. Та должна была выглядеть как Чжуан-зы, совсем обычной. Никто не думал, что эта рыба может быть гуру. Она жила обычной жизнью рыбы. И эта рыба сказала, «Не сходи с ума, не глупи, ты уже в океане. То, что ты видишь вокруг, и есть океан. Он не отдалён, он рядом. Вот почему ты не можешь его видеть. Для того, чтобы что-то увидеть, здесь необходимо расстояние, необходимо иметь перспективу, пространство. Он настолько близок, что ты не можешь его увидеть. Он снаружи от тебя, и он в тебе. Ты ничто иное, как волна в океане. Его часть, концентрация его энергии. Но искатель не поверил. Искатель сказал, «Ты, похоже, сошла с ума. Я посетил множество мастеров, и все они говорят, что он очень далёк. Сначала нужно очиститься, затем делать асаны йоги, культивировать учения, характер, мораль, быть религиозным, пройти через множество ритуалов. И только тогда, через миллионы жизней, это произойдёт. И если кто-то даже достигнет океана, то благодаря благословению Бога». Но Чжуан Цзи прав. Океан повсюду вокруг вас. Вы в нём. Вы не можете быть больше нигде. Как вы можете жить, если Бог у вас не дышит? Кто в вас дышит? Кто движется в вашей крови? Кто усваивает вашу пищу? Кто грезит вашими грёзами? Кто порождает поэзию и любовь? Кто стучит в ваше сердце стуком неведомого? Кто музыка вашей жизни? Как Бог может быть отделённым? Если Бог отдалён и далёк, как вы можете быть здесь? Как вы вообще можете существовать? Это невозможно, так как Бог — это жизнь, а вы — кристаллизация самой жизни. Вы — Бог. Возможно, миниатюрный, но Бог. И я не говорю, что когда-то в будущем вы станете подобны Богу. Я говорю, здесь, в этот самый миг, вы им являетесь. Знаете вы это или нет? Нет никакой разницы. Вы — Боги. Иначе и быть не может. Может понадобиться миллион жизней, чтобы понять это, но не потому, что расстояние так огромно, а потому, что вы ведёте себя глупо. Не потому, что вы нечисты, а потому, что вы невежественны. Не нужно никакого учения, кроме сознательности. Осознавайте близость. Просто осознавайте то, что уже касается вашей жизни, что стучит в вашем сердце, что течёт в вашей крови. Просто осознавайте близость. Близость с Богом. А для того, чтобы подойти ближе, вы должны жить данным мигом, так как если вы в будущем, вы отошли на расстояние, тогда вы в дальнем странстве, а Бог здесь, и вы уже оставили его позади. Чжуан Цзы говорит, «Рыбы рождены в воде. Человек рождён в Дао. Если рыбы, рождённые в воде, ищут глубокой тени пруда и бассейна, все их нужды удовлетворены». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова